Марк Рейн, вице-президент Эпик Геймс На этот раз у нас есть неплохая история для одиночного режима. Там будут и видеоролики, и враги, и герои, и все остальное. История, конечно, не уровня Gears of War, но тоже довольно интересная. По мере прохождения кампании вы попробуете разные режимы игры и сможете неплохо освоиться с геймплеем. Очевидно, Unreal Tournament 3 наш главный проект. Мы будем вкладывать много сил в помощь тем, кто делает для него модификации. Даже до выхода игры у нас всегда спрашивают, чем же мы займемся дальше? Если вы оглянетесь и посмотрите назад, то поймете, что дальше мы будем продолжать работать над игрой и создавать новый проект как для нее, так и для Gears. Так мы работаем. Мы не просто перескакиваем к новой игре на следующий день после выхода проекта. Некоторое время мы занимаемся поддержкой, мы уделим время, чтобы сделать новый, совершенно бесплатный контент, будут устраиваться соревнования по созданию модификаций для игры. Хочется надеяться, что Unreal Tournament 3 будет жить долго и что все это время мы будем его улучшать и обновлять. Так мы работаем всегда. После выхода игры спрашивают, не пора ли приняться за сиквел? Нет, не пора. Мы все еще поддерживаем прошлый проект. Мне кажется, игра должна заинтересовать создателей модов. У них появилась возможность перенести свой продукт на консоли, а ведь многие из них совсем не похожи на нашу игру. Не все даже сделаны в жанре FPS. В прошлом соревновании были пазлы, гонки, гольф и другие спортивные игры. Люди делают много всего интересного. Теперь же в их моды могут сыграть и на консолях. Там совершенно новая аудитория, которая никогда не видела таких игр. По-моему, это очень серьезный шаг. Он должен работать и в пользу PC-геймеров. Они получат еще больше отличных модов. Возможность поработать с PS3 должна привлечь новых начинающих разработчиков. По крайней мере, так кажется мне. По-моему, переход на консоли хорошо отразится и на PC. Вы один из немногих разработчиков, кто имел дело с обоими системами. Какое ваше впечатление о двух платформах? Обе они отличные. Да брось, Марк. Всех своих детей мы любим одинаково. Все, что ты скажешь? Да. Xbox 360 отлично принял нас, и хочется надеяться, что и PS3 примет нас так же хорошо, так что мы любим их обоих. В последнее время ребята из Sony близко работают с вами над движком для PS3. Как думаете, почему? Ну, это их работа. Если вы владелец платформы, то нужно работать со всеми разработчиками. Они помогают не только Epic, но и всем остальным. Те же ребята, кто работал в нашем офисе и помогал на полную мощность использовать PS3, после этого развернулись и ушли к одному большому издателю работать над их предновогодней игрой. Подробнее, Марк. Это их работа. Они должны быть уверены, что все игры на их платформе хороши, в особенности Unreal Tournament 3, потому что на движке Unreal Engine для PS3 выйдет приличное число игр. Мы очень рады, что Sony помогает нам выудить максимум мощности PS3. Как вам работа с ребятами из Sony? Отлично. Они разбираются в системе лучше всех и могут помочь оптимизировать наш движок. Это полезно и нам, и им, и, как видите, хорошо сказывается на качестве самой игры. Ну, мы работаем над парочкой других вещей, кое-что для Gears of War и тому подобное. Давайте не будем забывать, PS3 вышла на год позже других консолей, и, очевидно, наше внимание на некоторое время переключилось на Xbox 360, потому что она являлась первой, и это было совершенно естественно. Для того, чтобы консоль достигла зрелости, требуется некоторое время. Gears of War вышел через год после запуска Xbox 360, а Unreal Tournament 3 выйдет через год после старта PS3. Так что все идет своим чередом. Мы пытаемся использовать новейшие технологии, это не тот движок, на котором выходили лонч-тайтлы. Для них такого просто не сделать. В них используются максимально обновленные и улучшенные технологии прошлого поколения. Такое вы видели во всех играх, которые выходили на старте консоли. В играх же второй волны технологии развиваются, и разработчики начинают по-настоящему использовать мощность консолей. Такой была Gears of War для Xbox 360, и такой мы хотим сделать Unreal Tournament 3 для PS3. Давайте немного поговорим о Unreal Tournament 3. Однажды игра выйдет и для PC. Да, и для Xbox 360 тоже. Разрешите ли вы игры между разными платформами? Не думаю. Мы обсуждали этот вопрос, ничего в самом движке не мешает так сделать. Мы также работаем с GameSpy, которые поддерживают и PC, и PS3, но на PS3 каждый раз, когда мы делаем обновления, приходится проходить через процесс сертификации. На PC можно починить проблему через три часа после обнаружения. Мы просто выпускаем патч, и все его получают. На консолях нет такой гибкости. Все должно пройти через сложный механизм. В этом есть свои плюсы. Благодаря такой системе игрок всегда уверен в качестве продукта. Но поддерживать игру между платформами было бы слишком сложно. Мы не можем всегда знать, что две версии совпадают. Так что на запуске такой возможности, думаю, не будет. Может быть, когда игры на двух платформах будут более отработаны, что-то такое и появится. Но пока планов нет. Но это не в планах сегодня.